В этом году Управление сельского хозяйства администрации Искитимского района отмечает свое 65-летие. За эти годы оно много раз реорганизовывалось, но при этом в нем продолжали трудиться и работают ныне высококвалифицированные специалисты. В преддверии юбилея мы расскажем о некоторых из них. Сегодня речь пойдет о Тамаре Фисенко. Сама родом из села, поэтому вопрос, где учиться, перед Тамарой Фисенко не стоял. Конечно, в агрономический, на факультет защиты растений. Еще студенткой в 79-м году она пришла работать в Искитимское управление сельского хозяйства, направление семеноводства. Мне повезло, что, во-первых, сразу пришла в хороший коллектив. Я помню, я начала работать, был начальником Клякина Александром Владимировичем. И вот первое, я вот запомнила, говорю, на всю жизнь сразу подготовила информацию. Тогда была горком партии, и я принесла, и он сразу говорит, если что, я тебя буду критиковать. Вы знаете, как-то вот это дисциплинировало. Так научили подавать только правдивую информацию. Ведь задача сельхозуправления – скоординировать, помочь хозяйствам в технологическом и экономическом плане, продвигать передовой опыт, помогать с реализацией сельхозпродукции. Тогда было работать гораздо интереснее, вспоминает Тамара Савельевна, и возможностей было больше. Мы могли, как бы, даже вот в финансовом плане в то время больше помочь хозяйству оказать помощь. Хоть в реализации зерна, в приобретении семян. Могли вот это, именно сказать, действительно практическую помощь оказать. Сейчас, ну, не всегда так это получается. Раньше было распределение фондов. Были хотя бы взять хоть семена, удобрения, горючие, смазочные. Доводились фонды, всё это распределяли по хозяйствам. И уже, конечно, управление за это отвечало. А сейчас уже они сами самостоятельно выбирают, где что. После работы в сельхозправлении Тамара Савельевна продолжила трудиться в сфере защиты растений. Находилась в том же коллективе, в том же здании, до самой пенсии. Она и сейчас трудится на своей стезе. Возглавляет районный отдел филиала Росельхозцентра по Новосибирской области. Но с большой ностальгией вспоминает коллективные выезды в поля. Помню, были времена, когда мы переворачивали волки хлеба, которые не убраны были, потом пришлось ворошить. И ездили, вязали снопыльно. Это было интересно. И как бы воочию-то видели, что там происходило. Ну и какой-то непосредственной помощи оказали хозяйством. К ней до сих пор обращаются специалисты и руководители хозяйств за консультацией. Какие средства защиты растений лучше применить, какие семена себя лучше покажут. Посмотреть, что мы сейчас анализ делаем. Раньше не сели рапс, не знали ноутила. Но было льноводство, больше сели кукурузы на корм коровам. Сейчас стало выше урожай на зерновых, появились новые сорта, новые технологии. Но тяжелее стало с реализацией. Полномочия у Сельхозуправления за 65 лет поубавилась. Но главная задача остаётся прежней – доводить передовой опыт до аграриев, консультировать, помогать. Ведь от труда земледельцев зависит наш общий продовольственный запас.